Дорогие гости, добрый день. Меня зовут Алексей Черненко, руководитель компании Черненко. Мы буквально еще три минутки подождем тех, кто опаздывает. Спасибо вам за ваше терпение. Буквально три минуты еще ждем и будем начинать наш вебинар. Для тех, кто только подключился, мы сегодня поговорим про изменения, которые наступят в Amazon уже в июле этого года. Про эти изменения должен знать практически каждый продавец. Изменения в разных сферах, как в выводе денег, в платежных системах, так и непосредственно маркировки продуктов. Тех, кто продает на европейском Амазоне. Но также поговорим немножко про торговый маркет. У нас сегодня две основные темы. Ну и затронем также другие изменения, которые войдут, вступят в силу в июле. Буквально еще три минуты и будем начинать наш вебинар. Так, отлично. Вижу плюсики в Фейсбуке, также в Зуме. Значит, связь работает. Ну что, всем большое спасибо за то, что выделили ваше время. Пришли послушать интересный контент. Надеюсь, будет полезно. И, как мы заявляли заранее, в конце презентации будут бонусы для всех участников. Презентация примерно займет полчаса. То есть я вам сначала расскажу контент интересный, а потом мы, соответственно, будем отвечать на вопросы. Если у вас вопросы появляются по ходу презентации, пожалуйста, пишите их в комментарии, и мы к ним вернемся в конце доклада. Сегодня поговорим про изменения в Amazon Europe, которые вступят в силу в июле. Вот о них должен знать каждый продавец. Она затронет маркировку европейскую. Также так называемая Responsible Person или Your Representative. То есть это ответственное лицо для представительства Европы. Ну и также про изменения выплат на Амазоне с платежными системами. Начнем. Давайте немножко расскажем, чем занимается компания Черненко. Для тех, кто еще не знает, мы занимаемся регистрацией компании в Европе. Являемся официальным регистрационным агентом. Непосредственно находимся на территории Ирландии. Предоставляем юридический адрес. Предоставляем европейское представительство. Являемся налоговым агентом как на территории Ирландии, так и на территории Великобритании. Также осуществляем НДС регистрации и отчетность в разных странах. Также предоставляем услуги регистрации торговой марки. То есть, как вы видите, у нас достаточно широкий спектр услуг для поддержки предпринимателей не только в сфере Amazon, но также и коммерции, и в том числе IT, производства и много других индустрий. Первая часть. Расскажем про изменения программы провайдеров платежных систем на Амазоне. Для тех, кто еще не знает, то Amazon сейчас поменял свои правила насчет вывода денег, то есть так называемый deposit method. Есть charge method, это когда Amazon списывает средства, и есть deposit method, когда, соответственно, ваши заработанные на Амазоне деньги вы выводите на тот или иной банковский счет. Так вот, при выводе, если вы до сих пор пользовались классическим банком, то есть у вас банковские реквизиты в той или иной стороне, которая добавлена в одобренный список Amazon, то вам никаких действий особо делать не нужно. Но если вы пользуетесь какими-то платежными средствами, будь то там Payoneer, будь то Revolut, будь то что-то другое, то вот как раз это изменение, оно затрагивает именно бизнесы, которые пользуются платежными системами. Что сделал Amazon? Они ввели список так называемых вот этих вот payment service providers, которые они одобрили, они прошли проверку. И в этом списке пока есть только Payoneer, наверное, самых популярных среди русскоговорящих и СНГ пространства. Есть также китайские платежные системы, есть World First. TransferWise там пока нет. То есть для всех продавцов, которые пользуются TransferWise, вот эта новость, она для вас сейчас будет очень-очень актуальна. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Значит, новые правила следующие. С 1 марта этого года уже, когда добавляются реквизиты провайдера, не попавшего в список Amazon, Amazon их уже не принимает. Соответственно, те продавцы, которые сейчас пытаются ввести или сменить свои банковские реквизиты на вывод средств через Amazon, они уже не могут это делать. Те, кто ввели это раньше, они, соответственно, продолжают работать, но они будут работать до определенного времени. Мы пообщались с представителями TransferWise, они сейчас называются WISE, но все до сих пор привыкли использовать приставку Transfer, поэтому я ее также буду использовать. WISE добавится в конечном итоге, но они пока не сообщают точную дату. То есть когда это произойдет, они не говорят. У тех продавцов, которые не попали в этот список, с 31 мая вывод средств может занять 21 день. То есть если вы продолжаете пользоваться какой-то платежной системой, которая не входит в этот список, то вы будете ждать 3 недели, пока вы не получите средства в своем счете. А с 15 июля уже 2021 года Amazon прекратит выплачивать средства на те платежные реквизиты, которые не входят в этот список. Соответственно, у вас сейчас есть несколько вариантов развития событий. Или вы открываете себе классический банковский счет и меняете реквизиты. Или ждете, надеетесь, пока, например, TransferWise попадет в этот список. Или, соответственно, открываете себе новый аккаунт в новой платежной системе, которая одобрена Amazon. Вот список этих платежных систем я предоставил на слайде выше. Также его можно посмотреть из вашего аккаунта на Amazon. Это что касается этой части. Если у вас есть вопросы, мы к ним вернемся в конце. Сейчас мы перейдем ко второй части. Это непосредственно ответственное лицо, так называемый Responsible Person, и требование к C-маркировке товаров, которые продаются на территории Европейского Союза. Если вдруг в какой-то момент вы перестанете нас слышать или видеть, то я попрошу вас также ответить или написать плюсик в комментарии. Мы тогда проверим связь. Надеюсь, все хорошо. Можете какой-то комментарий или даже уже вопросы публиковать в наш чат. Для тех, кто не знает, что такое C-маркировка. C-маркировка означает, что товар прошел оценку производителям и соответствует требованиям Европейского Союза по безопасности, защите здоровья окружающей среды. Вот такая маркировка требуется для товаров, которые будут продаваться на территории Европейского Союза. Она требуется не на всех товарах. Мы сейчас покажем список тех товаров, для которых она необходима. Вступил так называемый закон Market Surveillance Regulation. Закон уже достаточно старый, то есть он был еще внедрен в 2019 году, но далось время всем производителям для того, чтобы его, соответственно, исполнить. C- это аббревиатура от французского слова Conformity European, то есть это соответствие, европейское соответствие. Этот закон полностью вступает в силу 16-й. То есть до того момента необходимо на все ваши товары, нанести необходимого рода маркировку. Мало того, что вам необходимо нанести маркировку, также если производитель товара или владелец бренда не находится на территории Европейского Союза, то на маркировке также должны быть указаны контактные данные и адрес представителей в Европе. То есть если у вас фирма в Европе, вы там продаете, вы указываете свои данные, вам ничего менять не надо. Если же на вашей маркировке нет европейских данных, скажем так, вы покупаете товар в Китае, например, у вас фирма где-нибудь в Великобритании, то вы, соответственно, не находитесь в Европейском Союзе, вам необходимо полностью переклеить наклейки на вашем товаре и внести туда контактные данные европейские. Вот аналог этого, это так называемый UKCA, то есть в Великобритании вступает аналогичный закон, но срок его исполнения сдвинулся на 1 января 2022 года. То есть точно так же, как и с Европой, если вы продаете на территории Великобритании товар, который был произведен не на территории Великобритании, и у вас нет представителя, то вам необходимо внести и маркировку, и представители. Если же у вас фирма британская, и она попадает под категорию товара, но товар произведен не на территории Европейского Союза, то вам также надо будет внести и переделать все ваши наклейки. То есть они будут выглядеть примерно так. UKCA, если у вас товар продается, и в Великобритании в Европейском Союзе у вас должны быть, соответственно, две вот этих вот маркировки. Сейчас я расскажу, на какие конкретно товары это распространяется, и вы поймете, касается ли это вас лично или не касается. Это игрушки, в первую очередь. Это товары, которые связаны с электромагнитными волнами, то есть это радиоприемник, это измерительные инструменты, все, что касается радио, это так называемый PPI, то есть маски, это вот все, что касается спецодежды, которая защищает, это аэрозоли, это электрические приборы с низким фольтажем и так далее. Как вы видите, я вот здесь выделил желтым цветом медицинские приборы, на них распространяется немного другой закон. Но все категории товаров, которые вы видите сейчас на экране, они попадают под это законодательство. Если вы не уверены, соответственно, можно изучить информацию и понять, тот или иной товар, который вы сейчас продаете, попадает ли он в эту категорию. Ну вот этот список, он достаточно исчерпывающий. Идем дальше. Вот конкретный пример, например, смотрите, такая маркировка. Это игрушка, так называемый Teddy Bear, то есть мишка плюшевый. На нем, как вы видите, указаны контакты британской фирмы. И стоит марка C. А товар вообще произведен в Китае. То есть британская фирма продает этот товар, и она до сих пор пользовалась такой этикеткой. Вот после июля она не сможет продавать этот товар на территории Европейского Союза. То есть ей нужно будет сменить, соответственно, вот это Ferrero UK Limited и адрес Китая на европейский адрес. То есть она должна открыть представительство или сменить на европейскую фирму. И, соответственно, этот же товар, она не сможет продавать в Британии с 1 января 2022 года, поскольку помимо C, там должна быть маркировка UKCA. То есть, соответственно, этот товар, видите, он попадает под два законодательства, и придется полностью менять вот эту бирку на этом товаре. Если вы продаете, соответственно, игрушки, продаете похожего рода товара, то вам также должны будут все бирки полностью переделать. Вот в Европейском Союзе это до 16 июля, а в Великобритании до 31 декабря этого года. Вот как получить себе маркировку? То есть что для этого необходимо делать? Если не говорить про шаги, то вам надо, соответственно, сначала убедиться, что вы соответствуете всем требованиям. То есть вам нужно изучить законодательство и понять, попадаете ли вы, во-первых, под него, во-вторых, какие требования там необходимы. Для C маркировки не требуется получать какую-то дополнительную лицензию. То есть вы можете сами, проверив и убедившись, что вы соответствуете этим правилам, просто ее нанести. Вам не нужно обращаться в какой-то орган для того, чтобы получить это право. Единственное, что вы должны удостовериться, что нет дополнительной сертификации на те или иные товары. На те же, например, радиоприборы, возможно, требуется дополнительный сертификат, который надо бы использовать и предоставлять. Вам нужно будет подготовить техническую документацию, так называемый Declaration of Conformity, то есть декларация соответствия. Этот документ вам необходимо хранить 10 лет для проверок, если они наступят, инспекции. Если вы находитесь за пределами Европейского Союза, вам необходимо также найти себе европейского представителя, так называемый Eurif Sponsible Person. То есть это ответственное лицо, которое от вашего имени, соответственно, будет предоставлять эти документы по первому требованию. И, соответственно, вам необходимо нанести вот эту маркировку, заменить все бирки, заменить, возможно, даже упаковку, на которую у вас наносился вот этот вот СИ до этого момента. Вам эти все шаги необходимо будет выполнить. Так, ну, все, кто нас слышит, я вас попрошу какой-нибудь комментарий, получить от вас обратную связь, то есть пока все понятно, все ли, хорошо ли нас слышно, и не появились ли какие-то вопросы. Вот с нами сейчас есть Олег и Алекс в Zoom. Также я вижу, так, пока все норм, отвечают. Отлично. В Facebook последний комментарий был 8 минут назад. Отлично. Это требование, вот Олег уже спрашивает вопрос. Мы вернемся к вопросам чуть-чуть попозже. У нас буквально уже половина презентации закончилась, еще минут 15, и после этого перейдем к вопросам. Следующий вопрос. Кто может быть представителем в Европе? Кто может быть этим ответственным лицом? Значит, ответственным лицом может выступить производитель или владелец бренда, если вы находитесь на территории Европейского Союза. То есть если у вас фирма в Европе, вы можете сами быть своим представителем. Если у вас фирма в Великобритании, соответственно, вы уже не можете это сделать. Но есть хорошая новость. Для британцев, британцы, они разрешают европейского представителя. То есть несмотря на то, что Великобритания вышла из Европейского Союза, Если у вас представитель в Европе, он также распространится и на Великобританию. Также ответственным лицом может выступить импортер, который базируется в Европе. То есть, если вы пользуетесь услугами импортера, вы можете на ваш товар, на вашу маркировку нанести их контактные данные и, соответственно, их название, и они могут выступить вашим представителям. Также это может быть уполномоченный представитель. То есть, вы можете обратиться к любым агентам, таким, например, как мы, или найти других консультантов, которые предоставляют эту услугу и, соответственно, их назначить вашим представителям на коммерческой основе. Также это может быть fulfillment service provider. То есть, Amazon в том числе, он может выступить вашим ответственным лицом. В некоторых случаях сами сертифицирующие органы, они также могут выступить вашим представителям, но, как правило, они это делают только для тех товаров, для тех категорий, где они давали вам дополнительную сертификацию. То есть, например, просто там для игрушек обратиться к какому-нибудь органу и попросить их ставить вашим представителям, они вам вежливо откажут. Если же вы у них получали сертификат, то, возможно, они на это согласятся. Вот как раз список этих тестирующих органов, которые, как правило, сертифицируют ту или иную продукцию, они уже на практике выступали представителями в Европе и сейчас продолжают это делать. То есть, если вы у них сертифицировали ваш товар, который попал под определенную категорию, то вы можете у них об этом спросить. Они с этим могут попросить денег, могут не попросить и так далее. Может ли Amazon выступать как ответственное лицо от вашего имени? Да, может. Как у них выглядит эта услуга на Amazon? Это возможно только для Fulfillment by Amazon. То есть, если вы пользуетесь FBM, вы, соответственно, не сможете эту услугу у них заказать. Она стоит 25 евро в месяц, она распространяется только на Marketplace Amazon. Соответственно, если вы продаете ваш товар на Etsy, на eBay, на каких-то других площадках, в том числе на Amazon, то Amazon может вам выступать вашим представителем, но они не будут выступать вашим представителем на другие. Поэтому, если вы ищете решение, которое закроет вам другие Marketplace, в том числе ваш, например, собственный сайт Shopify, то заказывать эту услугу Amazon нерезонно, поскольку вам все равно придется искать представителя в другом месте. У Amazon необходимо будет подгружать документы собственноручно, то есть Amazon не будет вам говорить, как делать документы, они не будут вам подсказывать, они просто будут вас просить подгружать документы. Если вы подгрузили не те документы, это ответственность все равно будет на вас. Поэтому, работая с Amazon, это хорошее решение, возможно, только для тех продавцов, которые торгуют на Amazon и нигде больше. Если же вы торгуете еще где-то, то я вам рекомендую воспользоваться профессиональными услугами. Что входит в обязанности ответственного лица? Давайте сейчас об этом тоже поговорим. То есть, ответственное лицо должно получить от производителя или от владельца бренда, так называемую, декларацию соответствия и, соответственно, ее хранить на каждый продукт или на каждую линейку продукта. И это необходимо быть на том языке, на котором, соответственно, тот или иной орган захочет ее почитать. То есть, если к вам обратится, например, Германия, необходимо этот документ предоставить на немецком. К вам обратится Испания, необходимо предоставить на немецком и так далее. Но, как правило, делается на английском, а уже по необходимости, по требованию делается там официальный перевод. Вот в некоторых случаях, если ответственное лицо понимает, что есть какой-то риск, связанный с товаром, он некачественный, или, скажем так, производитель недобросовестно выполнил свою работу, то ответственное лицо обязано информировать органы. Если они это не сделают, соответственно, ответственность ложится именно на ответственное лицо, а не на производителя, как правило, дальше. Ну, то есть, здесь ответственность, грань между производителем и ответственным лицом, она немного смещается. Поэтому, соответственно, ответственное лицо должно проверить качество этих документов. Также при запросах от того или иного органа ответственное лицо должно взаимодействовать. То есть ответственное лицо будет как раз тем контактом, которое выступает от имени клиента. То есть те или иные органы, они не захотят работать напрямую с производителем, если тот не является ответственным лицом. Соответственно, вся коммуникация будет вестись именно через ответственное лицо. Вот это взаимодействие необходимо, когда есть отзыв продукции. То есть если был какой-то инцидент, необходимо этого отозвать, то органы будут контактировать через ответственное лицо с этим производителем. Какие различия есть между европейской маркировкой, вот этой C и UKC? На сегодняшний день различия очень маленькие. То есть что, по сути, Британия сделала? Они просто взяли европейское законодательство, переделали, но текст и требования абсолютно идентичны на сегодняшний день. Возможно, какие-то изменения внесутся, но они пока не приведутся. То есть, как вы видите, слева список европейских законов и директив. Справа британский. Вот они буквально копия один в один, только отличаются названием. Когда вы делаете ту или иную документацию, если вы продаете и в Европе, и в Великобритании, вам необходимо, соответственно, иметь две декларации. Одну для британских властей, одну для европейских. И указывать там соответствующие законодательства. То есть там в декларации соответствия Европы, соответственно, левая колонка, в декларации для Британии правая колонка. Больше каких-то кардинальных изменений нет. Единственное, что я сказал, Европа не принимает британский адрес как представитель, а Британия принимает. Соответственно, если у вас фирма в Европе, то вы закрываете сразу две юрисдикции. Идем дальше. Вот мы уже буквально подошли для бонусов. Как раз заканчиваем тему по представительствам. То есть что мы готовы для вас сделать, для всех тех, кто посетил наш вебинар. Если вы нам напишите, оставите заявку по вот этой ссылочке, мы вам пришлем чек-лист требований для технической документации и чек-лист требований для как раз вот этой декларации соответственно. То есть какая информация там должна быть указана. Если у вас есть желание заниматься этим состоятельно, то вы просто можете по этому чек-листу это двигать. То есть просто оставьте заявочку, мы вам пришлем эти чек-листы. Если же вы захотите все-таки с нами поработать и нанять нас в качестве вашего представителя для того, чтобы с июля месяца вы полностью соответствовали и наши контакты, например, указывать на ваших бирках и так далее. То есть мы, соответственно, эту услугу делаем на протяжении года. У нас будут вот такие специальные цены, как вы сейчас видите. То есть можно только для Великобритании, только для Европы или и для Британии, и для Европы. Ну, есть отдельная ценовая ставка для игрушек, потому что для игрушек там не так все сложно, достаточно просто. То есть если вы торгуете только игрушками, то также у вас будет такая приятная цена. Вот ссылочку мы потом еще раз разместим. Это вот если вам необходима будет эта услуга, и вы попадаете под это законодательство. Теперь, для тех, кто регистрировал торговую марку в Великобритании или в Европе с европейской фирмой, есть так называемые два случая, которые до сих пор, наверное, владельцы торговой марки, скажем так, не ставили вопрос ребром. То есть если у вас европейская компания, и вы зарегистрировали британскую торговую марку, она у вас на сегодняшний день действительно, но по законодательству Великобритании для британской торговой марки необходим тот же, опять же, представитель на территории Великобритании. Соответственно, если вы не поменяли адрес на вашей британской торговой марке, то мы вам рекомендуем это сделать для того, чтобы если вдруг будет какой-то инцидент, запрос, или с вами будут связываться, и там выяснится, что нет адреса британского, то у вас могут возникнуть некоторые сложности. Поэтому для владельцев торговых марок Великобритании на небританский адрес вам рекомендуется его сменить на британский. Аналогично, если у вас европейский адрес, то есть если у вас британская фирма, и на нее вы оформляли европейскую торговую марку, то также в соответствии с европейским законодательством вам необходимо для европейской торговой марки иметь актуальный европейский адрес. После Брекзита этот вопрос нигде не фигурировал, то есть про него новостей, как правило, не звучало, но если у вас есть британская фирма, на нее европейская торговая марка, то вам надо будет сменить все-таки представителя в Европе. Поэтому если к вам это применимо, задумайтесь об этом и сделайте необходимые действия. Если вам нужна будет консультация по этому вопросу, можете обратиться. Вот как раз Елена, моя коллега, которая находится на этом вебинаре месте, она у нас курирует направление торговых марок, поэтому все вопросы можно будет направить ей. Елена, я думаю, потом свою почту также напишет в чате, и можно будет ей напрямую задать вопросы или же заполнить заявку. Да, напишу. В принципе, мы уже подошли к концу. Я еще хочу один момент такой тоже озвучить. Мы сегодня в нашей презентации его не затронули, но в июле также вступает так называемый one-stop-shop касательно НДС регистрации. То есть вообще июль будет таким интересным месяцем для продавцов, очень много изменений. И вывод средств Амазона, и вот эта вот маркировка. И третья новость – это one-stop-shop. То есть что Европейский Союз собирается сделать? Собираются внести единую налоговую декларацию. То есть до сегодняшнего дня было необходимо открывать НДС номера в каждой европейской стране. После полностью вступления в силу закона one-stop-shop вы сможете получать НДС регистрацию только в одной стране, и продавать во весь остальной Европейский Союз, и сдавать одну и такую единую налоговую декларацию. Вам не надо будет уже иметь много бухгалтеров в каждой стране, которые сдают ту или иную отчетность. Поэтому с одной стороны закручиваются гайки, с другой стороны, наоборот, делается жизнь легче для продавцов. Я думаю, что по поводу НДС, как раз вот этого подачи отчетности, связанной с ВИТ, мы сделаем отдельный вебинар, и эту тему раскроем уже очень сильно. Если вам эта тема интересна, вот так же поставьте, например, плюсики, и мы в будущем эту тему сделаем в ближайшее время, потому что она уже в июле должна вступить в силу. Поэтому все, кто попадают под НДС-отчетность и сейчас тратят много усилий на подсчеты НДСа в той или иной европейской стране, для вас, соответственно, это будет очень полезная, интересная информация. Ну что, мы подошли к концу презентации. Я думаю, сейчас можно экран отключить, включить камеру и ответить на вопросы. Лен, озвучь, пожалуйста, несколько вопросов, которые уже поступили к нам. Так, ну первый вопрос у нас был от Олега по поводу требования. Это Амазон такие требования дает или Европейский Союз? Это дает Европейский Союз и в том числе Великобритания. То есть аналог Европейского Союза и, соответственно, Великобритания как одна страна. Так, еще был вопрос от Юрия. Одну секундочку, немножко добавлю еще. То есть Амазон, он, соответственно, выполняет предписания Европейского Союза, поэтому они обязывают до, опять же, этого 16 июля, чтобы все продавцы внесли в свой аккаунт информацию, кто у них представитель. То есть или вы заказываете эту услугу у Амазона, если вы работаете только по модели FBA и не на каких других маркетплейсах. Если же вы вносите вот это представительство, то вы должны будете в Амазон уведомить, кто является вашим представителем и, соответственно, внести это на каждый асин. Давай дальше. Так, хорошо. Следующий вопрос от Юрия по поводу ее declaration of conformity. Спрашивает, это самодекларируемое явление, то есть продавец сам от себя выдает сертификат соответствия, предварительно приведя все с соответствием требованиям ЕС. Или как? Да, то есть декларация, соответственно, она выдается производителем, и если производитель не является брендом, то, соответственно, у бренда должна быть эта декларация от производителя. То есть выдает производитель эту декларацию. Если бренд покупает его производителя, он, соответственно, запрашивает у него эту декларацию Она выдается, да, то есть по сути письмо делается на фирменном бланке по определенному стандарту, в нем прописываются определенные моменты Вот как раз про этот чек-лист я и говорил для того, чтобы узнать, что туда нужно вносить вот вы оставьте ваши контакты и Елена в течение, наверное, на следующей уже недели пришлет вам как раз вот эти чек-листы, что должно входить в техническую документацию и что должно входить в эту декларацию Да, хорошо, оставляйте все контакты, а еще один вопрос поступил от Артема по поводу НДС, есть ли смысл сейчас получать НДС в нескольких странах или имеет смысл подождать Юля и получить один НДС? Вот мы этот вопрос уже слышим от наших клиентов то есть сейчас есть такая динамика налоговые органы тех или иных стран они затягивают процесс, потому что как раз вот в преддверии всех этих изменений получить НДС сейчас в разных странах стало сложнее и намного дольше то есть нужно там пройти чуть ли не 7 кругов ада вот Елена Елена подтвердит, то есть нам прислали опросник, сколько там было вопросов Больше 30 То есть начиналось с 12, потом там 21 сейчас уже больше 30, то есть налоговые органы задают очень много вопросов до того, как открыть налоговый номер сейчас, поэтому делать это сейчас, вот как раз пока происходят эти перетрубации внутри Европейского Союза, где каждый каждый налоговый орган той или иной страны еще сам обучается, еще до конца тоже не знает, как поменяется вообще система, сейчас наверное стоит подождать то есть если вам горит, естественно и вы хотите продавать сейчас, и у вас там сезонный бизнес, то естественно вы, наверное, вам есть смысл идти быстренько открывать и продавать, если же вы можете подождать, то наверное есть смысл подождать и уже открыть НДС в той стране, где у вас будет больше всего товар, больше всего продаж и уже оттуда двигаться дальше Так, надеюсь понятно, есть еще один вопрос по поводу декларации, на какое имя должна быть декларация, на бренд или на производителя? Декларация делается, как правило, от производителя, да, но бренд эту декларацию предоставляет, то есть бренд, например, один и тот же товар может продаваться под несколькими разными брендами, у них по сути будет одна и та же декларация от производителя, где производитель говорит, что я там подтверждаю, что товар произведен в соответствии с таким законодательством, он прошел там возможно какие-то тесты, не тесты и так далее, то есть, ну и соответственно каждый бренд уже у себя эту информацию хранит, то есть один бренд может продавать, то есть один, несколько брендов могут продавать один и тот же товар, соответственно декларация будет от производителя хорошо, есть еще один вопросик по поводу НДС, говорят, вот Великобритания уже получили недавно, значит достаточно ли будет его, этого британского НДС? Ну, если вопрос по Европе, то естественно недостаточно, то есть Великобритания это отдельная юрисдикция, она уже вне Европейского союза, поэтому раньше до Брекзита вы могли с британским НДС номером торговать, например, в Европе, то теперь, соответственно, нет, то есть вам нужно будет получить НДС в европейской стране для продаж в Европе, а в Британии, соответственно, британские НДС, они никак между собой пересекаться не будут и у них не будет общей отчетности. То есть нужно понимать, где они продают. Ну, то есть если вы торгуете, да, и там, и там, то, скорее всего, у вас будут два НДС номера, один в Великобритании и один в Европе, в той юрисдикции, где, например, вы торгуете, будь то Германия, например, или там какая-то другая страна. Так, понятно. Ну что, мы подошли к концу вопросов. Вроде бы новых вопросов нет. Я вижу плюсики по теме НДС, так понимаю, что тема все-таки интересная, и по ней действительно можно как раз уже рассказать, да, что произойдет с теми, кто, например, уже зарегистрировал, имеет много НДС номеров, у кого есть там, например, два, что необходимо поменять. То есть тему НДС мы, мы вас услышали, и мы ее давно хотели записать. Вот как раз это первый вебинар, а второй уже будет, будет на тему НДС. Есть еще один вопросик. Давай. В какой стране есть лучше регистрировать НДС? Вопрос хороший. Если говорить про, про отчетность, да, например, там вот, вот, вот сейчас, если мы говорим, например, на сегодняшний день НДС в Великобритании легче всего, то есть он сдается раз там в квартал, и можно, можно даже для некоторых компаний расширить, но они не в Европейском Союзе. В Германии НДС сдается каждый месяц, достаточно сложно. Если рассматривать европейские страны, то мы, например, базируемся в Ирландии, в Ирландии отчетность делается раз в два месяца, что достаточно удобно, и дается достаточно много времени для того, чтобы отчетность подготовить. Поэтому рассматривайте, рассматривайте все страны, чтобы вы понимали, вот этот закон, он должен был вступить в январе, но ни налоговые органы, ни продавцы не успели подготовиться, по ним мы его перенесли на июль. Возможно, будет еще один перенос, но, скорее всего, скорее всего, не будет. То есть пока нет переговоров о том, что One Stop Shop не войдет в силу в июле. Так, ну что, я смотрю, вопросы, вопросы закончились, всем большое спасибо, мы справились быстрее и оперативнее, чем планировали. Вот тем, кто приснился, еще раз благодарность, оставляйте заявочку, вот ссылку мы вам уже публиковали, пришлем инструкцию, чек-листам, какую информацию необходимо заполнять, если ваш товар попадает и вам все-таки нужен будет представитель для вашего товара, европейское ответственное лицо, мы будем рады вам помочь в этом. Также, если вам необходимо будет сменить адрес вашей торговой марки на европейский или на британский, мы эту услугу также предоставляем, будем рады опять же вам помочь. Ну и ждите анонсов следующего вебинара по теме как раз этого ВАД One Stop Shop. Так, я вижу, еще у нас... Так. Ага, пошли вопросы по... Все-таки ВАД интересная тема, да, вот пан-европейн себя и жила, но по сути, да, то есть пан-европейн, он эволюционирует вот этот One Stop Shop для того, чтобы было легче, потому что очень много продавцов как раз жаловались о том, что вот эти много регистраций в каждой стране отчетности, это для малого-среднего бизнеса, это все-таки проблемно, это сложно, это дорого. Поэтому как раз Европейский союз и делает вот это вот всем нам, делает нам работу проще, веселей. После Ильи все равно нужен будет номер НДС в условной Испании, и если туда завозишь товар, вот Карим пишет. Сейчас не могу проконсультировать, если Испания идет вопреки всем и говорит, мы под One Stop Shop не попадаем. Поэтому на комментарий, Карим, сейчас пока не могу ответить. Так, еще один вопросик есть, на каком языке будет отчетность? Это, наверное, имеется в виду One Stop Shop НДС. Давайте так, мы вас услышали, мы вебинар постараемся произвести в максимально короткое время по как раз One Stop Shop, и вот на эти все вопросы мы там ответим. Как раз немного, да, немного, приберегите их до следующего вебинара. Мы сделаем, у нас сегодня не получилось сделать стрим на Ютьюбе по техническим причинам, но на следующий вебинар мы будем делать стрим и на Фейсбуке, и на Ютьюбе также сделаем стрим по некоторым группам. Ну, то есть мы, скажем так, увеличим охват. Сегодня у нас был первый тестовый прогон. Будем делать вебинары чаще на интересующие вас вопросы. Поэтому подписывайтесь на страничку, подписывайтесь в том числе на Ютьюб канал, а мы будем стримить уже на больше площадок вот как раз этот следующий вебинар по НДС-отчетности. Ну что, всем большое спасибо, хорошего вечера, там также хороших выходных и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok